Итак, коллеги, здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились к нашему вебинару, который сегодня посвящен моделированию и оформлению документации в модуль студии СЕС трубопровода. Сегодня мы его проведем совместно с моим коллегой Сергеем Ордвиным. Точнее, даже Сергей играет здесь главную роль. Меня зовут Балабанов Павел, директор компании PSS Great Tech. И для начала, почему мы вообще говорим об этом, почему мы можем говорить о модуль студии, как мы с этим связаны. Дело в том, что компания PSS Great Tech, коллеги, это старейший биминтегратор России. Старейший, но не старый. Вообще, возраст наших сотрудников средний, это примерно 30 лет. Старейший, потому что мы занимаемся бимом с 2008 года. И бим, коллеги, для нас это три направления деятельности. Это поставка непосредственно программного обеспечения, то есть мы продавцы программного обеспечения. Дальше мы проводим обучение в нашем учебном центре онлайн и офлайн. И мы осуществляем консалтинговые работы, которые связаны со знакомством с предприятием, созданием стандартов предприятия, как и BIM Execution Plan, так и ИИРов. То есть всей документации необходимой для того, чтобы компания была стандартизована по BIM. Поэтому проводим обучение, согласно этих регламентам и инструкциям пользователя, и сопровождаем. Такой первый действительно значимый проект, и он комплексный был, и с поставкой ПО, и обучением, и консалтинговыми работами. Была вторая сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это, в общем, сложнейший технологический проект, такой целый завод. А, кстати, вот, коллеги, кто-то пишет, Наталья, слайды не видно, белый фон, перезагрузила все, буду ждать запись, чтобы посмотреть тогда. Коллеги, а у всех отображается? Поставьте плюс, если отображается, и только вот у Натальи, к сожалению, проблема. Плюс. Ага. У меня просьба моих коллег-администраторов связаться с Натальей отдельно, если возможно, и помочь со слайдами. Итак, мы продолжаем. Вторая сцена, коллеги, это сложнейший технологический был проект. То есть, фактически, такой завод, и заводящий раздел там не архитектуры даже, а технологические решения ТХ. Подробнее об этом проекте, пожалуйста, вы можете прочитать, отсканировав QR-код своим телефоном. Я могу только вот отметить еще, что сцена была смоделирована, все разделы, тогда еще в Реви 2009. И только за исключением некоторых, там, по-моему, электрики, если я не ошибаюсь, если что-то вот с трубами связанное нельзя было замоделировать. Выпущена документация в Автокаде, но коллеги получили колоссальное преимущество и маркетинговое преимущество, потому что очень много заказов стало поступать им, потому что они использовали BIM. Ну и все со сроками там проектирования, по крайней мере, заказчикам все они решали, хотя это был реальный проект, а Revit тогда был очень-очень сырой, коллеги. Так, второй я хотел бы отметить, один из наших проектов, это инфраструктура. То есть, мы сейчас от гражданки перешли к инфраструктурным проектам, линейные сооружения. Это северный дублер Кутузского проспекта, где мы выполнили роль BIM-консультанта, опять же с поставкой ПО, с обучением, с сопровождением. Мы объединяли с помощью среды общих данных нескольких участников проекта. Это заказчика, новая конституционная компания, это генподрядчика МОЗ-проект номер 3, это технического консультанта, стройпроект и консультанта по искусственным сооружениям, то есть все, кто оказался ответственным за искусственные сооружения ТрансМОЗ. Мы их объединяли в единой среде общих данных, создавали регламенты, проверяли модель, которая создавалась генподрядчикам на выполнение технического задания и так далее. То есть на этапе разработки проектной документации мы выполнили роль такого BIM-консультанта. Перемещаемся с инфраструктуры в металлургию. Промышленное проектирование. Нужно было полностью институт на ЛМК инжиниринг перевести на новые рельсы с 2D режима в трехмерку и в итоге BIM. И весь институт был переведен, ну, конечно, получил очень огромные преимущества. И вот на Автодейской университете 2019 года вы можете набрать Автодейской университете 2019. Олег Копаев, там есть выступление его. Как в деньгах они выражают преимущества, которые они получили сами. По QR-коду, как обычно, можете прочитать о проекте. Иногда, коллеги, мы выполняем только консалтинг. То есть для заказчика, который не приобретает ПВО, он не проходит обучение, мы сами берем за него эту функцию, какой-то конкретный функционал, который он бы выполнил и без нас. Но вот решил нам взять субподрядчика. Таким проектом, например, может быть Магдагорский металлургический комбинат, когда было перевооружение и реконструкция доменной печи. Есть определенный срок реконструкции доменной печи. И коллегам нужно, чтобы мы составили график календарно-сетевое планирование, сделали планирование, привязали его к трехмерной модели, которую подготовил для них Магдагорский гипромес, их институт, который большинство заказов их выполняет. И дальше собирали факт на строительной площадке и на еженедельных совещаниях, посвященном реконструкции, докладывали о состоянии проекта. Вот такой проект был выполнен в ММК совместно с нашими субподрядчиками. Еще один пример из гражданского строительства – это калькулятор отделки, который связан был с системой трехмерного моделирования, системой отображения в браузере пользователей всех выбранных вариантов отделки. Все это было интегрировано, и все отделы между собой – клиентский сервис, строители монтажные бригады, пользователи отдела продаж – все были взаимосвязаны через специальный калькулятор отделки. Об этом мы докладывали с директором по строительству Банавы, это был выполнен проект для Банавы Александром Бойцовым. Еще проект, я хочу его отметить, его здесь непосредственно нет, но рассказать стоит. Был такой известный олимпиад, который проходил в Сочи. Нужно было спроектировать одной архитектурной мастерской сложное сооружение, и требовалось создать новый метод расчета этого сооружения, его утвердить у профессора в Политехническом университете, выполнить этот расчет и провести, соответственно, сопровождение проектировщиков до самой экспертизы. Такой метод был нами создан, был предложен, он был утвержден профессором Лалином Политехнического университета, сделан уже обычный проектировщик, как сделать по этому методологии расчет в программном комплексе Sofistik, такой немецкий программный продукт, который до сих пор присутствует в нашем рынке, и потом, соответственно, сопроводить проектировщиков, отвечать на вопросы до самой экспертизы, и такая вот работа тоже была выполнена. Что касается обучения, коллеги, я же сказал, что уже есть и в оффлайн-режиме, и в онлайн-режиме, мы обучаем, представляете, мы обучаем с 2004 года, так вот, что касается BIM-а, с 2008-го. И мы проводим большую конференцию еще BIM на практике, которая проходит в онлайн и в оффлайн-режиме. В этом году она будет 18 сентября в Санкт-Петербурге, в аэропорт Сити-Плаза. Пожалуйста, присоединяйтесь. Кстати говоря, сегодня и завтра еще можно приобрести, вообще до 1 мая, да, то есть в будни, получается, в сфер-пятнице только оставилось, приобрести билеты до следующего повышения, которое будет 1 мая. Самое основное, коллеги, там выступают прямо ваши же коллеги, там не выступают вендоры, там нет никаких маркетинговых рекламных материалов, а просто сами и начальники отделов, ведущие специалисты, директора компании выступают о том, как они повышают эффективность с помощью BIM-технологий. И мы там говорим обо всех технологиях, которые сейчас существуют у нас. Учебный курс отмечу BIM-менеджер. Те, кто из вас захочет связать себя с цифровизацией строительства, у нас 10 лет курсу. Это самый такой опытный курс по BIM-менеджменту в России. Мы его создали в 2012 году. Первый курс прошел в 2013. Сначала он шел 3 дня, потом 5 дней, сейчас он идет 3 месяца, и выдается корочка повышения квалификации совместно с Университетом Минстроя России. И вот сейчас поток мы выпускаем 29 человек. Идет новый набор. 15 мая, по-моему, старт курса. Пожалуйста, по QR-коду можете отсканировать и записаться на этот курс. Будем рады вас там видеть. По программным продуктам. Мы поставщики сейчас всего российского ПО. Это и NanoSoft, и Model Studio, и RENGO, Vitrocad, это среда общих данных, московская разработка, Graphisoft, который остался на российском рынке, Sophistic, оставшийся на российском рынке, Adept, все, что касается управления строительством, расчетные программные комплексы, XCAD, Lira, Sapper. Я бы сейчас еще отметил один из наших новых партнеров компании Tangle. Это программный продукт для выгрузки объемов и для проверки коллизий и пересечений. Компания Tangle, один из наших партнеров конференции BIM на практике. Есть и другие партнеры, но здесь конкретно идет об этом софте, поэтому я это отметил. Ну и у нас осуществляется техническая поддержка, которая вот сейчас очень важна. Дело в том, что компании сейчас, проектные так прям страдают от оттока квалифицированных кадров. Мы видим, что идут различные перемещения, и если вам необходима такая техническая поддержка, техническая поддержка, понимаете, проектирование непосредственно, процесса проектирования, у нас даже сейчас вот есть акция, вы можете к ней присоединиться, если вы чувствуете, что ваши компании такое испытывают, то вот на две недели мы оказываем полностью бесплатную поддержку, мы собираем все вопросы и касаемо программирования, и касаемо какой-то блок, у вас какой-то не работает, какой-то, предположим, открываете чертеж из автокада в нано-каде, и там что-то не работает, поэтому вы можете к ней присоединиться, оставляйте заявку, мы это, безусловно, организуем. Так, ну, переходим. В заключение, вот еще раз отмечу, да, 18 сентября конференции на практике, пожалуйста, приезжайте, приходите, смотрите нас в онлайне, у меня все, я передаю слово Сергею Мрадвину, давайте перейдем непосредственно к продукту в модуль-студио поставщиками и интеграторами, которыми мы являемся. Сергей, вам слово. Здравствуйте. Приветствую всех. Давайте тогда мы сегодня, да, действительно поговорим о модуль-студио. Как заметил Павел, у нас действительно происходит такой отток квалифицированных кадров, да, все за счет того, что сейчас действительно большой акцент делается на российском программном обеспечении. Один из них как раз модуль-студио, трубопроводы, давайте сегодня поговорим о нем. давайте я сейчас только покажу свой экран, прям весь экран. Так, окей, окей. Напишите, пожалуйста, плюсиком, если видите мой рабочий стол, да, рабочий экран. Вот, отлично. Приступаем. Открываю тогда нашу презентацию, как раз вот со слайда, на котором закончил Павел. Начнем с самых легких, да, азов, для чего у нас вообще существует модуль-студио. Модуль-студио CS – это действительно комплексная система трехмерного проектирования, то есть ни один продукт, не только трубопроводы, но те же самые строительные решения, да, ОРУ, ЛЭП, их достаточно много, все их можно посмотреть и у нас на сайте, и на сайте вендора, соответственно. В том числе есть еще Кодлип, модель и архив. Это программа, которая собирает общую информационную модель, да, то есть позволяет собрать все разделы в один и получить нашу модель полностью готовую, со всеми разделами и увидеть, так сказать, результат наших работ. Модуль-студио CS применяется достаточно в большом количестве, да, сфер, то есть здесь некоторые я выписал, там, больше в нефтянке, конечно же, в электроэнергетике, но также они присутствуют и в машиностроении, и в каких-либо там пищевых промышленностях, да, там, металлургических заводах. То есть сфера применения достаточно большая, ну и так, легкий экскурс, да, опять же, чем хороши модуль-студио, это действительно наше российское ПО, никаких санкций, ничего, она будет развиваться, только в положительную сторону. Стоит отметить, что Модуль-студио у нас работает на основе платформы на накат, ранее он еще работал на автокадах, сейчас тоже он, в принципе, работает на автокадах, на старых, да, если у вас еще остались, но большинство новых продуктов переходит уже именно на платформу на накат. Ну и основной функционал здесь, конечно, выписан, но давайте мы перейдем от слов к делу, да, и посмотрим немножечко обучающих таких роликов, так я называю, от легкого к сложному, да. Перейдем к первому ролику. Сама наша программа Модуль-студио-сес трубопроводы выглядит как обычно, да, то есть это практически открываем платформу на накат и видим там дополнительные вкладки. Первое, что мы можем сделать, да, отрисовать сетку осей, также мы можем подгрузить это, действительно, то есть если там мы создавали какой-то проект в другой, да, программе и, опять же, привязали его к адлибу, то можно спокойно сделать привязку к проекту, привязку к общей системе координат и, соответственно, сетку осей уже взять из того проекта, где мы начинали. Так, в данном случае сейчас вот на экране, да, сетку осей показал, как появляется. Для того, чтобы вставить какой-либо агрегат, да, аппарат, достаточно воспользоваться базой данных, вложенной прямо в программу, да, при покупке, при даже запросе демо-версии поставляет своя база данных, то есть ничего такого с нуля создавать не надо, если что, что-то да есть, как бы, и на основе этого можно прекрасно работать. Здесь действительно очень много российского, российских материалов, российских обеспечений. Так, в данном случае здесь показано, что у этого аппарата, да, есть функции входа и выхода. То есть здесь вот от входа, если начинать чертить обычные трубы, то есть нам достаточно выбрать какой-то диаметр и спокойно с помощью привязок орта, да, выводить их по прямой, по перпендикуляру, да, параллельно как-то строить. Но никто не запрещает строить и неортогонально, то есть без привязок таких. Можно строить под любым углом, то есть здесь ограничено только все вашей фантазией. Естественно, мы можем всегда наш трубопровод, да, растянуть, переместить. Все это делается достаточно легко и просто. Вот, это у нас первое видео, да, такое сказать, так сказать, прям, начало-начал. Переходим дальше. Как мы создаем трубопроводы. То есть здесь вот будет более так четенько показано, да. Опять же, мы смотрим, что у нашего аппарата есть функция вход. Здесь нажимаем на такую вот стрелочку, да, так сказать, ручку, называемую в нанокаде. Далее мы выбираем трубопровод, который мы хотим. Если заложено, да, что там всего лишь условный диаметр должен быть 200, а мы хотим какой-то другой, то программа нам предложит сразу же отрисовать переход к нужному нам диаметру и далее уже будет этот диаметр спокойно строиться. То есть в данном случае я перевернул диаметр на больше, да, и как вы видите, вот в начале нашего аппарата как раз появился вот этот мини-переход. Вот он как раз. И здесь же как раз отмечена первая коллизия. В этой программе коллизии всегда можно посмотреть. Здесь не хватает места на сегменты для размещения. То есть в идеале это поменять надо будет и продолжить работу. Теперь идем чуть дальше. Параметры редактирования. Опять же, теперь посмотрим именно как с выхода то же самое будет происходить. Мы посмотрим, какие параметры. Для этого мы смотрим именно в раздел свойств слева в экране уже на накаду. смотрим, что порты действительно у нас идут с диаметром 200, ну и 219, если уже со всякими толщинами лишними. Далее мы хотим опять же ставить какой-то побольше такой провод. Мы опять выбираем. В данном случае здесь уже нам ничего не мешает. То есть здесь, как вы видите, коллизий нет. То есть расстояние все нормальные. стрелочка сверху у нас вот эта голубенькая означает терминатор. По вот этим переходам естественно мы их можем крутить, вертеть. Здесь они как бы показаны в виде осевых таких скруглений, так сказать. Вот. Но что по части того, что, например, нам необходимо продолжить трубопровод. нам не обязательно нажимать какие-то дополнительные кнопочки. есть прекрасная функция под названием плюсик, где мы можем продолжить трубопровод. Мы можем также задать динамические размеры, где будут меняться эти размеры постепенно и переходить в нужные нам параметры. идем чуть дальше. Теперь переходим к еще более сложному объединению трубопроводов. Что будет, если совместить какие-то трубопроводы? Я хочу совместить несколько наших трасс. Здесь в данном случае давайте опять нарисуем что-то новое. Как вы видите, здесь не обязательно все начинать с входа выхода. Можно воспользоваться кнопкой отрисовать трубопровод и так с пустого места буквально мы можем нарисовать любую нашу трассу. Теперь мы видим, что есть трасса, которую я хочу проложить к нашей недавно созданной. Для того, чтобы не мучиться, не проводить какие-то измерения, как-то все выдвигать, можно воспользоваться функцией объединить трубопровод выделить терминатор, выделить терминатор осевой уже линии, и у нас программа будет автоматически подбирать необходимые нам соединения и объединения. Здесь, как мы видим, появляется такой мини-куб, в котором будут различные варианты присоединения одной трубы к другой. и там мы сами выбираем, соответственно, какой нам больше понравится. При этом, при всем, как вы помните, диаметры у этих труб действительно разные, и при функции объединения у нас автоматически создаются вот такие вот переходы. То есть, здесь мы все видим, что он у нас другого диаметра, плавный переход. опять же, мы можем его двигать, вертеть, как хотим. Идем еще чуть дальше. Теперь посмотрим, как это сделать без функции объединения. У нас есть и такие возможности. То есть, если труба совпадает с другой трубой. Опять же, возьмем любые диаметры. В идеале, конечно же, чтобы они были одинаковыми, но ничего страшного. Всегда есть привязка косевой линии для того, чтобы построить все, как нам необходимо. Итак, если две трассы соединяются, как-то объединяются, мы можем вставить тройник, можем вставить врезку, можем вставить перекладину, какую-то крестовину такую. В данном случае я выбрал крестовину, вот она. все достаточно просто, легко и не требует каких-то тяжелых усилий. Это тоже один из вариантов совмещения. Ну и теперь немножко о том, что у нас не голые же трубы, соответственно, необходимо какие-то арматуры, элементы вставлять. Что нам нужно? мы можем пользоваться кнопкой арматура, где мы сами выбираем на какой детали трубопровода у нас все будет находиться. Также мы выбираем расстояние от конца начала труб. И далее у нас запускается конструктор, где мы выбираем фланцы, выбираем задвижку. В данном случае по подборам параметров у нас программа вставляет необходимый нам объект. он уже участник нашей трассы. Мы можем его передвигать, крутить, вертеть. Давайте теперь посмотрим, если не пользоваться функцией арматура, мы всегда можем поставить необходимое нам оборудование из встроенной пазы данных. В данном случае возьмем детали трубопроводные, арматура, выберем давлению по материалу, в данном случае выбирал по давлению. И соответственно опять же раскрывая все вот эти плюсики, мы в конце концов придем необходимому нам объекту, который необходим для вставки. В данном случае я например захотел вставить задвижку кленовую. Мы ее просто либо нажимая два раза на нее, вытягивая в графическую область, можем поставить на любую трассу. Вот примерно как-то так это все делается. Теперь помимо всего действительно база данных очень большая. Здесь есть же функции изоляции, которые я попозже покажу уже в виде живой демонстрации такой. Ну и соответственно переходы мы тоже можем сами обозначать и вставлять их где необходимо. Теперь следующий слайд у нас будет скорее всего. Так и есть. Опоры и тройники. Наша трасса действительно иногда нуждается в опорах. Для этого у нас есть обособленная функция опоры. Выбираем где ставить первую. Мы выбираем может быть проложить по всей трассе. Программа нам предлагает. И действительно так можно сделать. Можно автоматически задать количество опор. Можно самому вбить необходимое нам. И соответственно выбрать на каких участках у нас будет располагаться это все. буквально немножечко программа задумалась. Отрисовывают как раз эти опоры. И в конце концов вот они появились. Естественно их опять же можно редактировать, менять шаг между ними, между опорами. И действительно уже функция автоматизации здесь достаточно высокого уровня. также есть как вы видите схемы расчета там есть еще нагрузки на опоры их действительно тоже можно выполнять прямо в model studio трубопровод. Теперь опять же мы задумались о том что захотели трубу ввести в другую трубу. Теперь чтобы добавить какую-либо стяжку тройник или вставку нам опять же необходимо воспользоваться командой соединить тройником. Здесь мы выбираем терминатор, выбираем сегмент и программа нам предоставляет выбор как это сделать в виде врезки или же поставить действительно тройник. Здесь мы можем указать точку смещения, можем просто поставить вот так чтобы осевые линии не совпадали и соответственно тройник у нас вставится по параметрам которые мы сами выбираем. Идем еще чуть дальше. Теперь переходим наверное к основной теме этого вебинара. Оформление документации, работа с планами, чертежами. Опять же это достаточно большая тема но я постарался ее уместить чуть-чуть так покомпактнее. Первоначально что нам нужно сделать это вид по объекту добавить давайте паузу нажму то есть здесь в отличие от того же самого на накаде где видовые экраны нужно настраивать в принципе здесь это тоже можно сделать то есть настраиваем видовой экран по функциям накада и выводим чертеж как мы привыкли но если рассматривать модул студия то здесь есть вид по объекту сейчас покажется это как раз то есть мы выбираем все объекты которые нам необходимы для построения участка далее мы указываем направление разреза и вот создается такой вот параллелепипед где будет указано через эти ручки мы действительно можем их немножечко подвинуть как нам необходимо может быть что-то там забыли указать так далее теперь переходим на любой лист и смотрим что мы из функции преднастроенной проекции можем выбрать достаточно из большого количества списка такие необходимые нам планы разрезы чертежи здесь вот я увидел что ну да косяк с размерами здесь можно их пока удалить и достаточно потом будет проставить необходимое нам здесь опять же есть функции автоматических простановок размеров есть функции просто отметить необходимое нам вот ну и здесь выбрать действительно что нам необходимо выбираем проекцию виталой экран вот у нас автоматически показались размеры которые нам необходимы ну и соответственно мы можем так проставлять размеры которые нужны именно по списку выбора есть можно показать да вот такие вот маркеры я бы сказал отметки высотные можно опять же выводить это все где нам надо можно группировать эти выноски можно их отодвигать друг от друга ничего нам здесь не мешает работать также да здесь есть функция выбор поверхностей если у нас есть действительно какой-то чертеж с подвязкой геометрии с подвязкой генплана то можно сохранить выбор поверхностей привязать этот dvg файл далее сохранить отметки уровней и соответственно на нашем чертеже появятся уже не вот такие от нуля а необходимые нам высотные отметки если мы действительно там создавали объект не с нуля в какой-то другой программе также мы можем посмотреть там те же самые размеры добавить трубопроводов да там выбираем вот как раз здесь-то мы и поняли да вот именно здесь надо будет потом посмотреть в настройках на накады как раз что не так с символами и размерами и так идем чуть дальше теперь есть спецификации помимо чертежей да автоматической генерации чертежей здесь есть еще и функция спецификатор он располагается на разделе Model Studio как раз вот и помимо всего прочего вот этот спецификатор он у нас в виде отдельной вкладки здесь вот в свойствах мы видим что этих спецификаций достаточно большое количество опять же мы можем что мы можем сделать с этими спецификациями значит первое что мы видим это действительно здесь практически все участвующие элементы да почему практически все участвующие элементы то есть спецификации есть по ГОСТу есть стандартизированные спецификации самые обычные как вы видите раздел позиции у нас пока здесь пустой да если мы нажимаем проставить позиции то у нас позиции естественно появятся если у нас что-то меняется действительно мы можем обновить спецификацию у нас все появятся все изменения необходимые также мы можем подсвечивать объекты спецификации то есть если нажать например на какую-то задвижку кленовую то на модели она подсветится далее мы можем экспортировать эту спецификацию экспортируется она в Word не в Excel в Word но как бы тоже в принципе очень удобно сейчас вот немножечко задумался да но создает этот вордовский документ вот он как раз и появился создается документ 1 вот наша спецификация уже в виде вордовского документа здесь опять же тип, марка, обозначение да, вот вы видите некоторые действительно прописаны как надо некоторые действительно надо там посмотреть убрать лишнюю информацию выходы, входы да, вот лишние вот эти вот ну и соответственно здесь очень большое количество спецификаций да, стандартизированных мы вольны выбирать которую нам необходимо теперь что еще иногда у нас полезные свойства такие здесь в данном случае есть еще такие функции как мы создавали опоры да, можно их пронумеровать то есть посмотреть какая из них что мы выбираем для этого только объекты да, на которых располагаются наши опоры и соответственно у нас команда выполняет нумерацию соответственно я насколько помню там как раз 78 этих опор выдало информацию вот ну давайте чуть подальше у нас еще интересные функции есть например очень часто необходимо изометрические такие чертежи изометрички да, как некоторые называют в данном случае это опять же выполняется достаточно просто то есть у нас есть схемы расчета здесь мы выполняем простое действие нажимаем на изометрическую схему выбираем какая из настроек нас устраивает далее выбираем хотя бы по одному объекту из каждой трассы да и у нас автоматически Model Studio Травопровод будет создавать изометрические вот такие то есть как вы видите листы отдельные возникают ну и если так смотреть да то есть вот они условно-графические отображения вот они все необходимые такие таблицы по номерам участка по длинам и соответственно описание какие элементы находятся на трассе ну и ссылки да там предположим смотри лист 2 для продолжения этой трассы поэтому изометрички достаточно быстро создаются создаются они в файле PCF да или те же самые или также помимо всего прочего помимо изометричек у нас можно создавать и аксонометрическую проекцию да соответственно давайте посмотрим видео и после этого уже перейдем на такую живую демонстрацию для аксонометрии нам необходима генерация схем опять же выбираем что нам необходимо и выбираем какой из разделов в данном случае этого провода выбираем аксонометрию любую которую нам необходимо допустим мы выбрали из общих вариантов аксонометрия вариант 2 или там вариант 1 так и вставляем куда нам необходимо здесь вот наша аксонометрия опять же здесь с размерами беда прошу прощения с этим я разберусь так ну и в принципе здесь опять же все высотные отметки условно-графические отображения все здесь присутствует то есть все по стандартам по необходимым нам то есть аксонометрия по сути она создается так же легко как и изометрия вот ну тут еще парочку qr-кодов да по именно нашим каналам по ssgritech то есть наведя мобильный телефон да камеру мобильного телефона на эти qr-коды вы можете спокойно переместиться на необходимый вам раздел ну и помогите нам стать лучше да пройдите опрос насколько вам все понравилось ну и теперь давайте немножечко какие вопросы может быть возникли у вас я пока камеру отключу ага действительно звука нет извините отключил то не камеру отключил звук так как я уже и говорю да действительно теперь давайте перейдем к вопросам если они есть и если что я прям в живом показе постараюсь на них ответить вижу раздел вопросы так вот скажите есть если есть недоработки в программном продукте или же он некорректно работает вы сами исправляете ошибки в программе или обращаетесь к разработчику ну смотрите недоработки в программном продукте они могут быть разные не всегда какой-то файл сломанный надо сразу отдавать вендору или производителю разработчику нет действительно мы сами компетентны в некоторых ошибках точнее устранение этих ошибок то есть первоначально действительно мы первая линия поддержки мы всегда стараемся помочь клиенту и если не требует внимания разработчика именно файл то мы сами его исправляем если же это действительно баг программы который требует вмешательства именно уже в кодировании то действительно тогда нужно уже будет обращаться к разработчику так дальше уклоны трубопроводов в программе есть так уклоны у нас конечно же есть есть переходим сюда то есть есть гнутые трубы соответственно мы можем опять же отрисовать трубопровод по опять же без вот этих ортогональных каких-то привязок спокойно делать необходимые нам участки также можете заметить вот здесь слева мы можем опять же сразу какой-то выбирать с отводами необходимыми то есть практически если мы хотим создать трубу для аквапарка такую знаете спиралевидную то здесь нам ничего не мешает это сделать если надо будет я действительно запишу это в виде отдельного видео так сборка труб фиксированной длины фиксированная длина здесь опять же вопросов мы сами вбиваем длину труб сами соответственно задаем все необходимые параметры и если нам необходимо будет поменять допустим здесь у нас есть захотели передвинуть вот эту часть без проблем захотели передвинуть вот эту часть без проблем все эти трубы соответственно мы задаем сами длины ну и вот есть еще такие вот параметры соответственно все опять же ограничено лишь нашей фантазией так канализация вопрос честно непонятный трубы с уклоном канализация так так можно продемонстрировать как выполняется трубопровод с уклоном давайте это все-таки я сделаю в виде видеоролика и отправлю кому необходимо то есть постараюсь вот эту спиралевидную да сделать если вам такой вот подойдет и отправлю действительно по почте чтобы убедились что это действительно правильно так отсутствуют оси трубопроводов на 2D чертеже можно ли включить отображение осей ну здесь опять же мы работаем на платформе на накат да то есть здесь отображение осей мы можем пользоваться именно свойствами платформы здесь у нас есть слои те же самые отображение осей то есть может быть здесь где-то заморожено что-то ну и раздел оформления здесь тоже никто ничего не отменял все можно делать по стандартам по гостам все-таки на накат тоже русский продукт так идем чуть дальше добрый день подскажите при формировании планов компонент заменяется на углу возможно ли присвоить одному компоненту два угла так можно ли присвоить одному компоненту два угла вопрос интересный я наверное сейчас даже на него так особо сильно не отвечу но есть размер выноски да здесь мы обозначаем какую угошку мы хотим обозначить вот но честно давайте это не могу сейчас так точно ответить я лучше с этим разберусь опять же постараюсь отдельно вам подписаться так здесь ничего еще при выгрузке в нвд выгружается контур трубопроводов можно ли их убрать нвд убрать контуры трубопроводов соответственно при выгрузке в нвд можете напомнить вообще нвд это у нас для чего существует я сейчас не отвечу на этот вопрос давайте опять же возьмем его на раздумье так с уклоном с уклоном все понял не спиралевидный просто с уклоном все сделаем запишу видео так возможно как-то перемещать сегменты труб с отводами при этом чтобы не двигались отводы есть магистральная труба переход к меньшему диаметру к ней примыкающая труба через стройник необходимо переместить примыкающий участок трубы и переход чтобы не изменилось между ними расстояние ну вообще здесь можно опять же сделать привязку такую чтобы он не двигался так и кстати вот он изменить уклон о чем я и говорил да вот и соответственно здесь как раз перепады то есть вот здесь настраивается это все передвинуть чтобы не двигался именно наш отвод в данном случае предположим да мы можем это двигать поортогональному у нас все остальные отводы остаются если же нам необходимо подвинуть какую-то часть вот эту трубу соответственно так так без ортогональных да так ну вопрос конечно любопытно интересный вот у нас перемещение по вертикали ну и соответственно по горизонтали такое же у нас присутствует по нере давайте опять же если необходимо я это буду показывать видео так то есть по сути нам необходимо добавить уклон да вот у этой трубы чтобы вот этот вот отвод он не двигался просто понятен ну тогда какая-то часть трубы это все равно останется прямой чтобы отвод у нас не двигался да иначе он в любом случае загнется так давайте тогда это и попробуем сделать если что здесь точка растягивания здесь у нас точка перемещения так опять же давайте попробуем потом так может быть что-то я еще пропустил из вопросов ну то есть по уклонам мы чуть-чуть поняли да то есть уклод трубопровода выбираем соответственно мы Z изменяем здесь предположим на 500 здесь Z остается применить так а фиксировать вот как раз здесь фиксируется конец уклон у нас теперь показан так применить базовая точка сечения низ трубы и соответственно вот здесь как раз и надо изменять все необходимые нам свойства давайте это опять же сделаем в виде видео и постараюсь всем прислать кто задавал этот вопрос так что не стесняйтесь задавать этот вопрос почта ваша у нас будет указана вам нужно еще на магистральной трубе поставить переход достроить через тройник участок трубы к меньшему диаметру и попробовать при помощи команды переместить трубопровод сдвинуть достроенный участок так ну да нвд это навис воркс да так навис воркс да действительно можно ли их убрать навис воркс вообще вопрос то конечно интересный у меня сейчас нету навис воркса давайте это тоже протестирую постараюсь вам ответить так на магистральной трубе поставить переход настроить через тройник участок трубы меньшему диаметру попробовать при помощи команды пересетить трубопровод сдвинуть достроенный участок в данном случае у нас перемещается необходимо так если нам необходимо переместить естественно ну в принципе да то есть ой здесь тройник как раз и понял ваш вопрос понял понял но опять же это лучше всего сделать как я бы в данном случае сначала уменьшил да вот это необходимо нам другой провод выбор то есть честно не то что надо так вот так 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 то есть довел бы до а именно так 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 и соответственно уже от нее довел бы под уклоном необходимый нам вот давайте пытаюсь в видео потом вам прислать сейчас не задерживать так сказать так есть ли еще какие-то вопросы есть ли вопросы сейчас если вопросов пока больше нет есть там вопрос еще сергей его вот по поводу структуры трубопроводов созданных последний да где увидеть структуру трубопроводов созданных так в данном случае структура в данном случае нас что имеется ввиду если нам необходимо спецификацию до какую-то где необходимые параметры заданы то мы переходим спецификатор и смотрим вот структуру необходимую нам здесь данном случае там спецификация да вот они трубы соответственно даже большая спецификация количество вес необходимое измерение метражи так проверка трубы на целостность герметичность только да вы немножко пропустили там так как изменить изображение элементов на изометрическом чертеже например значки опор задвижек и так далее потребуемые если можете если можно приведите примеры изменения так изометрический чертеж эти откроем здесь данном случае у нас параметры задвижки параметры так экспликации и так далее здесь у нас есть еще кое-какие функции да так здесь у нас как изменить эти у кошки здесь здесь а вот таблица допустим так как поменять эту кошку я пока тоже не отвечу давайте опита возьму на вооружение но вообще здесь все у кошки по стандартам гостовским так идем чуть дальше трубопроводы отображаются только в режиме полного тела или есть возможность отобразить их в м опять же мы работаем в среде на накат мы можем это сделать в виде 2d каркаса до виде точного показом ребер без показа то есть здесь все опять же зависит таких вот функций есть 3d скрытый я сейчас использую только быстрый так вижу примерно 5 систем проверка трубы на целостность и герметичность как я уже говорил коллизии у нас обозначаются буквально сразу же здесь у нас есть даже отдельная коллизии здесь данном случае пока у меня их нет значит принципе здесь коллизии уже не осталось я их убрал также есть у нас возможность посмотреть именно спецификацию необходимую нам так позиции как раз так предварительная настройка ну ладно давайте чуть чуть микрофон можно включить здесь это наверно к администратору нашего вопроса по идее можно при генерации изометрических чертежей нескольких линий они создаются на вкладке лист как импортировать их с разбиением по каждой линии какие говорил они создаются нет ни на одном листе то есть здесь мы еще раз покажу да но то изометрическая схема выбираем любую данном случае выбираем раз вот наша первая 2 3 4 допустим на 5 ладно все окей выбрали буквально по одной по одному участку трубы он начал создавать отдельные листы на каждый участок то есть они не делаются это видео одного листа то есть разбиение здесь автоматическое так есть ли настройки для построения изометрического чертежа под свои потребности здесь опять же мы должны смотреть именно настройки вот этих вот как раз изометрический да что нам необходимо то есть вот именно вот здесь настройка происходит необходимое если нам необходимо что-то будет добавить соответственно создаем новый параметр да там и можем еще что-то редактировать если нам необходимо вот все происходит через вот эти свойства параметры также можем говорю создать свой профиль какой-то да и здесь проставить необходимые нам свойства и атрибуты так вроде бы ответил на это это так валерий если что я уже упоминал да есть у нас почта на который всегда можно написать с любыми вопросами как говорил павел да то есть мы стараемся отвечать на любые вопросы по технической поддержке у нас в принципе компетенции хватает и стараемся не быстро да ты по поле развернуто то есть что я сейчас это же стараюсь делать на каждый вопрос я буду стараться записывать отдельные видео для того чтобы все были довольны так вроде вопросов больше пока не видел да коллеги тогда что я хотел бы еще в завершении вам напомнить значит сейчас мы действительно хотим вот сергей сказал по поводу вопросов которых мы вот отвечаем через свою систему технической поддержки там есть на почту к нам приходим мы ее получаем но мы сейчас хотим попробовать в течение двух недель определенному там ограниченному пулу компаний предоставить поддержку более быструю когда мы реагируем там условно в течение пяти минут для нас это большой на самом деле эксперимент мы хотим выбрать там несколько программных продуктов и поэтому если у вас такие потребности есть мы вплоть до вплоть до программирования хотим то есть если например какой-то плагин там условно сделаем что у нас есть силы и по программистки в том числе мы хотим предоставить бесплатно мы не возьмем всех но там условно там 5-6 компаний наверное возьмем на борт чтобы посмотреть какие у вас вопросы что у вас у вас болит действительно на что реагировать для нас такой двухнедельный будет такой эксперимент чтобы мы постарались бесплатно абсолютно вам и такие вещи оказать поддержку это получается поддержка даже не техническая программа продукта техническая поддержка проектирования когда во время проектирования пытаетесь найти вот у вас есть такой вопрос вам нужно быстро ответить что вы на горячую линию позвонили и всегда могли могли обратиться поэтому пожалуйста вы можете вот есть специальная анкета вы можете заполнить и во-первых делать дать нам обратную связь потому что вы сейчас услышали и там в комментариях указать что у вас интересует мы обязательно с вами свяжемся и некоторых из вас подключим наверное такой поддержки мы с удовольствием это сделаем спасибо большое за внимание большое еще раз на напомню по поводу конференции бим на практике будет там речь идти и о модуль студия в том числе поэтому пожалуйста от компании вы можете приобрести билеты и оказаться у нас всем заполнившим анкету коллеги мы предоставим вам доступ бесплатно на один месяц к платформе обучающий килоньютон у нас есть платформа в которой содержится 61 бим курс по различным программам обеспечения и российскому и зарубежному и на один месяц вы получите доступ абсолютно ко всем из них и 24 на 7 сможете пройти любой для вас интересующий курс поэтому добро пожаловать после заполнения анкеты мы вам вышли промо код для доступа на нее вот андрей алексеев наш администратор вам выслал ссылку в чат либо вот qr-код можно отсканировать и соответственно заполнить анкету если еще какие то вопросы да вот как раз заметила написала про прочностные расчеты трубопроводов значит модул студия трубопроводы есть расчеты опор а также есть возможность экспорта импорта в расчетной программы типа старт и пайп соответственно гидросистемы изоляции то есть туда передаются файлы в виде разрешения . ими да и спокойно можно делать экспорт импорт обратно уже с расчетами в модул студия трубопроводы коллеги спасибо большое за вопросы да спасибо алена вам с коллеги всем спасибо за вопросы очень хорошая дискуссия на мой взгляд получилась ждем вас на следующих вебинаров и сергей спасибо большое за подготовку мне кажется было очень интересно один час отработали на славу на мой взгляд чуть больше даже да пожалуйста вот сейчас специально принесло перри лесну на этот слайд да вот почта вот qr-коды запрашиваем и не стесняйтесь пишите звоните вот любой вопрос да в том числе с этого вебинара постараюсь более развернуто всегда ответить спасибо сергей все коллеги спасибо большое за внимание до свидания прекрасных майских видимо уже приближающихся до праздников точно все до новых встреч до свидания и